Что я хочу сказать. Мы 12 мая выпустили, отправили письмо Елену официальное обращение, которое пока не получено официального ответа, поэтому я сегодня здесь. На самом деле дискуссия уводится в совсем разные стороны, то есть тут не выясняются отношения, уже дальше, то есть конфликт за тем. То есть здесь не мешаются котлеты и мухи. Я сегодня только хотела выступить по сюжету, который вышел в эфире УТРХ, вот этот бизнес на лжи. Это заказной материал. Я даже не понимаю, почему мы обсуждаем его контент. Это заказной, черный, абсолютный материал. Там нет никакого баланса, там вообще все стандарты порушены. И я написала, уважаемому Елену, что это, как гражданин, я считаю, что меня облили грязью за мои же деньги. Я получил из своих налоговых средств за эфир УТРХ. И я не хочу, чтобы из меня делали какого-то такого человека, кто непонимательный, так как еще и спецрепт, о котором мы говорим. Это не журт даже расследование, потому что он сделал в жанре драмы. То есть там использована музыка, там использованы эти черные рамки. Все для того, чтобы очернить людей. Я здесь не представляю вечерку, я не хочу говорить ничего о защиту вечерки. На самом деле, я даже, наверное, Ака вчера-позавчера на слушаниях сказала по поводу баланса, что нет в статьях баланса, и мне, как раз, надо вам соблюдать его тоже. Но с другой стороны, поскольку мы в реформе участвуем, я хочу сказать, что на самом деле мы к ним обращались по новостным материалам, что есть проблемы, заказные материалы будут в самих новостях. Я вот именно это уже неоднократно озвучила, да? И мы следили за ситуацией вечерки, ничего не выпускали, потому что это позиционировалось как хозяйственный спорт, да? И после того, как это вышло в эфир, мы не могли уже молчать. Это уже не хозяйственный спорт. Это политическое дело, да? И то, что Куперка в этом политическом деле участвует, это очень-очень страшно. Потому что мы, как граждане, работали 5 лет, как я, как медиаспециалист, мы вложили сюда очень много средств для того, чтобы и в учебный центр, и в аудиторий, и куда-то мы только не вкладывали, для того, чтобы что, вы хотели заказные материалы у нас на общественном телеканале? Я не согласна с ним, что он должен писать подводку государства. Вы должны писать подводку общественности. Общественность не хочет видеть этих заказных материалов, понимаете? Я считаю, что это вышло за рамки, во-первых, экономического сбора среди владельцев. Это политическое давление на СМИ в преддверии выборов. Это очевидно. Я не понимаю, почему мы обсуждаем сам контент этого материала. Да, он заказной явно. Я не понимаю, почему вы защищаете его. Вы на себя очень страшно наушу сейчас берете. Потому что возьмите любого НИДИ-специалиста, он вам скажет, что это за материал. Понимаете? Он сам медиа-эксперт же. Я вот только по этому, я вам хотела сказать, что... Да, что поскольку мы участвуем как дом, к тому же, я хотела просто проинформировать Наградный Совет, что в связи с тем, что сейчас тут происходит на телеканале, в связи с тем, что по непонятным мне личным причинам, у кого сподстаивают эти материалы, да, заказные ученые, мы пока решили, что мы приостанавливаем финансирование со стороны нашей программы до объяснения вообще обстоятельств. Извините, что вы финансируете вообще, если вкратце сказать. Мы делали вам презентацию неоднократно, если вы, если вы помните. Сейчас мы финансируем, во-первых, учебный центр, да, то есть все сотрудники УТРК, они проходят тренинги, мы привозим... Ну, я знаю, прекрасно, я начинала, стояла...